Всем привет! Сегодня 26 апреля. Московская область. Только что на почте получила три посылки. Это, конечно же, растения. Это посылка с Ростовской области, от зрителя моего канала, с Краснодарского края и с Воронежской области. Я сейчас потихоньку разрабатываю новый цветник. Снимаю видео для вас, ну и, конечно, и для себя. Буду вам потом показывать, что у меня получится. Сейчас приходит потихоньку растение, которое туда буду высаживать. Первую посылку я открываю с Краснодарского края. Сайт я, к сожалению, не помню. Я напишу, где я заказывала, в инфобоксе под видео. Кому интересно, можно будет пройти посмотреть. Это я заказала две крупнолистные гортензии. Это ремонтантные сорта. Посылка пришла как раз в неудобное, конечно, время, в тот момент, когда выходные на почте. У нас в воскресенье и понедельник выходной. Вот как раз посылка пришла в это время. Смотрите, упакована. Вот они гортензии. Не вытащишь, нужно резать. Два дня, получается, на почте пролежала гортензия, но сегодня я прям быстро-быстро забрала. Вот такие череночки, смотрите. Вот так она выглядит. Неплохо. Я переживала, что она за два дня может запреть в коробке там на почте. Давайте вскроем, посмотрим, что здесь внутри. Хорошо упакована. Видите, земля вообще не просыпалась. Отлично. Горшочек небольшой. Здесь, наверное, грамм 200 в горшке. Все скотчем залеплено. Плюс пакет здесь. Упаковали отлично. А здесь еще заложили бумагу, газету. Газета влажная. Ну, соответственно, и земля тоже влажная. Корневая система сразу. Ну, отлично. Черенок здесь и вырос. Видно, да, корешки. Гортензия имеет такой, чуть красноватые листья. Это по сорту так положено. Так, один листик здесь оборвался. Ну, неплохо, согласитесь. Хороший черенок. Так, кортензия номер один. Кортензия номер два. Здесь уже земля чуть просыпалась почему-то. Ну, собственно говоря, так же выглядит. Таких же размеров. Здесь даже набивает цветочек. Видно на макушке. Ну, я вскрывать уже здесь не буду. Я думаю, что все здесь аналогично с корнями. Хорошо, доехала. Так, и я еще забыла. Я еще заказала. Видите, здесь что-то еще. Видимо, подарок какой-то. Заказала я еще лилии. Боже, какие же красивые лилии. Честно вам скажу, я никогда лилию не выращивала. Что за сорта у меня? Подвел на полицы. Лилии никогда не выращивала. И мама у меня никогда не выращивала. Только лилийники. И вот такие две. Ну, уже, конечно, они проросшие. Понятное дело. Время-то такое. Я их буду высаживать. Луковицы хорошие. Корни тоже. Донца хорошие. Все отлично. Сразу в пакет, потому что пакетики подписаны. Сорта я вам напишу, какие. Так, это раз. Ух, какая грязь. И еще. Что здесь? Нет, здесь бумага. Так. Это тоже лилия. Сейчас посмотрим. Тоже две луговицы. Они в торфе. Торф сухой. И тоже проросший. Но здесь луковицы, я вам скажу, могло быть и чуть получше. Видите, немножко есть ранки. Но они сухие. Не мокнущие. То есть ничего. Я обработаю, зачищу все. И высажу. В принципе, луковицы неплохие. Так, знаете, на четверочку. Четверочку. Так. Это мой заказ был. Так. Это посылка с Краснодарского края. Теперь посылка с Воронежской области. Так. Еще бы ее открыть. Это тоже я заказывала через ВКонтакт. Вот. Название этого сайта я напишу. Кому все будет интересно. Так. Ну что же. Вижу уже. Это аквилегия Винки Дабл Блю Энд Уайт. Вы только посмотрите, какая это красота. Махровая. Лепестки, видите, волнистые. Такой фиолетовый насыщенный цвет. И белые мазки. Ну, я так понимаю, здесь корневище. Ну, раскрывать я тоже не буду. Торф сухолад, конечно. Уже есть какие-то пророски здесь. Вот. Ну, буду высаживать. Очень красивое растение. Я подробно об этих сортах. Я сейчас просто вам название говорю и напишу, да. А подробности я уже буду вам рассказывать, когда буду высаживать уже в новый цветник. Так. И здесь что-то у меня упаковано. Это гортензия. Это гортензия. Так, гортензия прям живая-живая. Потому что уже почки. Гортензия с открытой корневой системой. Как-то упаковали. Опа. Так, смотрите. Тоже название напишу. Хотя здесь она есть. Это гортензия мельтельчатая. Даймонд Руж. Открытая корневая система. Такие уже листочки прям хорошие. Ну, скажу, что неплохая гортензия-то. Корневая система. Открывать пакет не буду. Но вот все, что здесь есть, чувствуется, что немножко торфа. И в основном здесь корневая система. Тяжеленькое такое растение. Чувствуется. Да, торф чуть влажноватый. Хорошо. Я думаю, что неплохая гортензия. Отлично. Так. Теперь посылка с Ростовской области от моего зрителя. Когда получала две посылки, я знала, что они пришли. Мне уведомление пришло. А вот эту посылку с Ростовской области мне не прислали. Трек для отслеживания. Поэтому в удивлении получила ее. Как раз вовремя пришла эта посылка. Забрала все вместе. Эта посылка очень тяжелая. Я ее еле донесла до машины. Я здесь примерно знаю, что в этой посылке мы обсуждали этот момент. Но все равно интересно. Так. Упаковано. Смотрите, как здорово. Это на случай холода. У них-то тепло, а у нас... Ой-ой-ой. Ой, ну... Это злак. Да, это злак. Он сказал, что красивый. Вот. Название не знает. Чуть примялось. Упаковано. Это выкапывалось прямо с цветников. С его. Поэтому... Вот так. Ну, отлично. Сказал, что красивый злак. Представляете, у них уже вот в таком состоянии растение. То есть злаки вылезли. У меня только они начали пробиваться. А в Ростовской области уже такие длиннючие листья. Так. Затем. Это травка. Это почвопокровник. Так. Ой, все влажненько. Влажненько, конечно. Но я думаю, что... Здесь все не сопрело. Я думаю, удастся высадить. Мне это нужно, конечно, знаете, высаживать. Причем срочно. Вот именно эту травку. Чуть-чуть засопливилось здесь. До того момента, пока я буду растения высаживать. В свой новый цветник, чтобы травка не пропала. И самое, что самое я ждала, это, конечно, каменные розы. Вот такие суккуленты. Смотрите, как в Ростовской области... Они выкопаны вот только-только с цветника. И в каком они уже там в состоянии. Смотрите, какая деленка огромная. Здесь еще, видите, живые букашки лазают. Тоже сейчас просто возьму и прикопаю. Потому что в цветнике я еще буду растения высаживать только через неделю. Поэтому открытая корневая система нужно высадить, прикопать, можно так сказать. Еще одна деленка. Вот здорово. В моем новом цветнике будет очень много камней. Поэтому вот каменная роза, конечно же, отлично для этого подходит. Ой, слушайте, столько муравьев здесь. Вот что значит свой огород, да? Свой цветник выкопанных. И вот еще деленка. Такие тяжеленные вообще. Красиво. Между прочим, у меня есть каменные розы. Я их потихоньку собирала. Но у меня совершенно другие сорта. Вот именно такого сорта у меня нет. Они же все разные. Их очень много гибридов и сортов. Вот такого нет. Чтобы, смотрите, как лист, да, интересно идет. Светлый. А кончики такие бордовые. Очень красивые. У меня другие. Ну, здорово. Мои-то маленькие. Только-только такие появляются. А это уже целые прям куртины. Вот такие у меня посылки. Я еще, конечно, жду посылки. В основном я здесь все заказывала еще в прошлом году, в январе месяце. Вот. Они сейчас потихоньку приходят. Еще две посылки, по-моему, будут с Воронежа в мае. Вот. Как все только придет, или большая часть моих растений, я буду уже засаживать цветник. И как раз вам все покажу, какой цветник, какую форму я ему сделала, как он у меня будет обустроен, какие растения будут здесь высажены. И о каждом растении хочу вкратце вам рассказать. Все равно это очень-очень интересно. Сама люблю такие видео. Ну, у меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. И всем пока. Я решила вам показать, что сделала со всеми растениями. Смотрите, каменную розу я прикопала. С краю зижи цветники, они будут расти. Злак прикопала. Корневая у нее, конечно, очень мощная. Здесь травка, вот эта почвопокровная, она, конечно, в дороге подопрела. Высадила ее. Но я думаю, что они живучие. Она должна выжить, разрастется. Дальше высадила лилии в горшочке. Подписала 4 штуки. Также аквилигию высадила. Роски такие прям нежные-нежные. Уже боялась попереломать здесь все. Но корневище было очень хорошее. Как и у гортензии. Да и манруш тоже корни отличные были. Торф был чуть влажный. Все как надо. Сейчас я вот эти все растения поставлю в теплицу. У нас похолодания грядут опять с четверга. А крупнолистные две гортензии я оставлю пока в доме под лампами. Обработаю от клеща, от болячек всяких и оставлю. Боюсь еще пока выносить. Хотя моя крупнолистная гортензия, она стоит в теплице. Черенки прошлогодние. Я вам на днях покажу свою маленькую теплицу. Я вам уже сегодня показала большую теплицу, где высокорослые томаты будут расти. Маленькой тоже там у меня много чего. Вот все выставлю в маленькую. Пускай стоят. Розочки растут. Все отлично. Все отлично. Продолжение следует...